Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро из Иерусалима. Значит, мы продолжаем изучать Тору. В Иерусалиме перевели время. Я не знаю, сколько времени сейчас где. Я провожу урок по времени, в котором я нахожусь. Вот сегодня я нахожусь в Иерусалиме, значит, у нас 10.06. Сейчас я опоздал на 6 минут. Теперь, с Божьей помощью, я сегодня лечу в Москву. Буду завтра проводить в 10.00 по Москве. Или нет, давайте так. Да, по тому времени, где я нахожусь. Это самое будет правильное. Самое удобное, легче всего. Возможно, вам будет не так удобно. Как же быть? Давайте подумаем. Или у нас будет так, как у нас большинство из России. В Киеве 10.06 тоже перевели часы. Все, значит, мы идем по Иерусалиму и по Киеву. А в Москве сколько, интересно? Сколько сейчас в России? Времени. Сколько времени в России? Не знаю. Не знаем, сколько времени будет. Ртов, шабуатов. Значит, сегодня, давайте тогда не терять времени. Я вам сегодня расскажу очень важную вещь. Мне прямо в этот шаббат. Просто в Иерусалиме, знаете, бывает, когда складываются пазлы, и внутри прямо такой свет, прям бах, в какой-то момент, и открывается вот этот свет, когда, я верю, что это Всевышний открывает какое-то знание, когда ты хочешь что-то получить от Всевышнего, да, вот имеется в виду понимание, знание, и в какие-то моменты Всевышний открывает это, да. Вот сейчас я вам расскажу, что у меня сегодня в этот шаббат открылось. Значит, и как раз совпало сегодня 25-е число месяца Хишван. И говорил Рэбе такую вещь очень интересную. Он говорил так, что Ашгаха Пратид проведение, да, Майорка в Италии 9.08, а вот в Майорте 9.07, видите, Майорка она... А в Индии, вы знаете, вот единственная страна в мире, в которой сейчас не ровное время, а, например, везде сейчас там 10.08, 9.08, 11.08, 12.08, а в Индии будет сколько-то с половиной. То есть в Индии на полчаса отличается от всего остального. То есть я удивительно, всегда сдвиг идет на час, а с Индией на какое-то число, но именно полчаса. Хорошо. Значит, что говорил нам Рэбе? Он говорил так, что Ашгаха Пратид. Ашгаха Пратид это проведение. То есть мы верим, что Всевышний, он управляет всем мирозданием. Мало того, что он сотворил мироздание, мы верим, что Всевышний постоянно присутствует как креативный управляющий элемент, и каждому он дает то, что называется индивидуальное проведение. В зависимости от его поступков и дел, значит, Всевышний каждому дает индивидуальное проведение, это называется. И вот говорит нам Рэбе такую вещь интересную, что проведение, то есть Всевышний, поселяет каждого в том месте, где он живет. Вот видите, как раз у нас начался с этого наш сегодняшний урок, что каждый находится в каком-то разном месте мира. Так это вы не просто так там находитесь. Проведение поселяет каждого в том месте, где он живет, с целью укрепления еврейства распространения Торы. Когда вспахано и посеяно всходит. Сейчас я вам объясню, как это можно понять. Значит, ядут, иудаизм, как переводят на русский язык, это происходит от слова леодот, прославление Всевышнего. Прославление Всевышнего – это смысл появления человека в этом мире. Причем это нужно не Всевышнему. Прославление Всевышнего – само это слово на русском «прославление» сразу всплывает «слава КПСС» или еще что-то. Нет. Прославление Всевышнего – это когда, вот, например, раньше было понятно, вот это царь, царя боятся и царя любят. Потому что если царь тебя не накормит, не защитит, все, капец. Значит, Всевышнего прославляют, потому что Всевышнего боятся и Всевышнего любят. И эти два качества, которые в человеке, если они включены и направлены на Всевышнего, они соединяют человека со Всевышним. Теперь целый народ, иудим, называется народ иудим, прославляющий, дословно переводится, прославляющий, и можно сказать, леодот это еще благодарить и прославлять. Ам-Исраэль – это народ иудим, да, который прославляет Всевышнего. Теперь каждый еврей, который родился евреем, он обязан, обязан просто по моменту своего рождения, он обязан выполнять заповеди. То есть, это есть два у него статуса – как раб или как сын. Ты можешь выполнять как сын, когда ты хочешь, или ты должен выполнять как раб, когда ты не хочешь. Но другого варианта нет у тебя, да, то есть ты родился – должен. Теперь любой другой человек, который хочет прославлять Всевышнего, написано в Талмуде, в Талмуде сказано, «Коля куферба вода зара, каждый, кто отрицает идолопоклонство, не край иудим, называется иудим, называется прославляющий Бога». То есть, в этом мире есть или ты веришь в силы, которые как будто бы они независимы от Бога, или ты веришь в Бога, который всесильный, который создатель, творец, и он создатель всех сил. Значит, теперь, если ты уже соединился со Всевышним на уровне проведения, такое частное проведение, личное проведение, то есть у тебя уже есть контакт с Богом, ты выполняешь заповеди, ты сделал Брит Милан, например, союз обрезания, ты лично установил контакт через молитву и через веру, подключился к этому Wi-Fi, знаете, как есть сейчас все очень понятно, то есть ты можешь подключиться через Wi-Fi в интернете к каким-то там сайтам, можешь к Витипедии подключиться, источник знаний, можешь подключиться к новостному каналу одному, к новостному каналу другому, а можно подключиться ко Всевышнему, к Творцу Мироздания, к Богу. И уже если ты к нему подключился, тогда он начинает тебя вести, не ты идешь в толпе, как бы, ну, толпа, да, или как животные, там, перелетные птицы и так далее. Нет, вот птицы летают косяками, они, я когда-то видел, перелетные птицы, я не видел птицу, чтобы сидела, думала, лететь мне вот этим вот на юг или не лететь, а может мне тут перезимовать, да. Нет вот таких птиц, птицы, они все, полетели, полетели, то есть они, нет у них таких, знаете, рассуждений, лететь им, даже птица, которая никогда не летала, она знает свое место в этом вот, в кассете своем, да, и она, значит, летит этим на юг, там, потом обратно, лососи в рете ныряют, чтобы размножаться, ну и так далее. Значит, человек, когда он идет вот в толпе, тогда его куда понесет, там он и живет. Но человек, который зацепился за Всевышнего, у которого есть вот это вот личное проведение, то его Всевышний ставит в то место, где он и должен распространять свет Торы и веру во Всевышнего. То есть это все не случайно. Если кто-то оказался в Милане, значит, он в Милане, он сейчас, как Авраам Авину, который ходил с места на место, как Авраам, и распространял свет Всевышнего, значит, он сейчас в Милане должен распространять свет Всевышнего. Теперь кто-то может сказать, Ну какой я, то был Авраам, а то я, ну где я вообще буду свет Всевышнего распространять? Говорит нам Ревлю Байчсти, когда вспахано и посеяно, всходит, не твоя задача думать о результатах. Есть в Пертьевод, есть такая очень классная мешна, не на тебе работу закончить, и ты не свободный человек, чтобы от нее отказаться от этой работы. Значит, должен ты делать, вспахал и посеял, где-то прорастет, где-то прорастет, и ты не знаешь, когда, где, как прорастет, но возможно, вот именно этот росток, который ты сам включишь своими распространениями, Торы, этот росток и приведет Машеха, и потом ты на небо приходишь, скажет, вот это он, он как раз был последней каплей, когда Всевышний послал Машеха, и изменилось вообще все мироздание. Знаете, вот последняя капли иногда не хватает. Хорошо. Теперь, значит, дальше. Дальше Ребе тоже дает очень хороший совет. Ребе дает хороший совет, что когда ты учишь Тору, то очень важно, есть два варианта. Есть, которые каждая пытается каждое слово понять, есть, которые ничего не понимают, просто читают, или понимают все, но просто читают, у них ничего не задерживается. А есть, которые сосредотачиваются на главном, структурируют, стараются понять главное, и это главное запомнить. Поэтому я вам и советую во время урока Торы, или когда вы сами изучаете, выделять одну-две мысли, главные мысли, одну-две-три максимум. И эти три главных мысли, потом с ними пожить, как семя такое, да, как Ребе говорил в предыдущих советах, подумать, экстраполировать на будущее, да, посмотреть, а как эта идея, если я ее распространю на разные аспекты моей жизни, как она к ним цепляется. И в этот момент вот эти идеи из Тора, они прорастают в мышлении и соединяются со Всевышним. Теперь, значит, давайте пройдем, сейчас мы должны пройти кусочек из недельной главы, начали мы новую главу, называется Талдот. Талдот переводится родословие, да, и, значит, родословие, и потом я вам расскажу, что у меня вот в этот шаббат прям реально закрылась одна очень интересная, такой пазл, который очень много объясняет. Отец, эта идея прям со вчерашнего дня прям живу, заснул с ней, проснулся с ней, хочу с вами поделиться. Это невероятно мощная идея, которая просто, ну, мне очень много дала в моем понимании, как надо служить Всевышнему. Хорошо, теперь, значит, говорит нам Тора, это прямо хумаж, пятикнижие, письменная Тора. Это слава Бога, слава Бога, в эле толдот Ицхак бен Авраам, и вот родословие Ицхака сына Авраама, Авраам улидет Ицхак, Авраам родил Ицхака. Я когда-то смотрел, он в ютюбе, мне выкинул какой-то ролик, там какой-то сумасшедший явно, он говорит, а что говорит, евреи инопланетяне, они же инопланетяне, почитайте. Вот написано, значит, Авраам родил Ицхака, все, говорит, все понятно, раз Авраам родил Ицхака, значит, они дермафродиты, инопланетяне, все понятно. Очень смешно, он не читал, во-первых, он не знает иврита, тот, кто так говорит, он не может читать текст на оригинале. Значит, слово олит, олит есть у всего, что рождается, лаледет это то, что рождается, да, и слово олит это породил, дословно можно так перейти, породил. И как мама является тем, кто участвует в рождении ребенка, так же и папа является тем, кто участвует в зарождении ребенка. Никто не может сказать, что ребенок зародился без участия сперматозоида, не бывает детей, которые зарождаются без участия отца. И здесь глагол на иврите, он абсолютно спокойно не режет глаза, что Авраам олит, он был тем, кто зародил Ицхака. Но тогда возникает вопрос, зачем в Торе это написано? Если уже сказано, вот родословие, Ицхак сын Авраама, а зачем писать Авраам олит этот Ицхак, он породил Ицхака? То есть, зачем повтор лишний? Объясняют нам Раши, что, если вы помните, родился Ицхак у Авраама, когда Аврааму было 100 лет, а Саре было 90. 90 лет было. И эта история произошла после того, как Сару забрал во дворец Авимелых, это был царь Плештим, этих филистимлян. Он ее забрал, и отсюда мы видим, что первая Сара была очень красивая, выглядела очень молода. Иначе зачем ее забирать? Второе мы видим, что после того, как поразила Сара, Всевышний поразил Авимелыха и весь его дом специальной болезнью, они вообще не могли, у них все распухло. Они не то, что не могли в отношения вступать, они не могли в туалет сходить. И закрылись все у них выходы из тела и распухли. И это было по слову Сары, то есть она сказала этому Авимелыху, что же ты делаешь-то, как тебе не стыдно, ты забрал жену Авраама. И Всевышний Авимелыху сказал, что если Авраам за тебя не помолится, ты не выздоровеешь. И Авимелых просил Авраама, чтобы Авраам за него помолился, дал ему много подарков. Саре дал тысячу серебряных монет. И, значит, после этого, через буквально год, через год, Сара родила Ицкака. И, как всегда бывает, какое бы чудо Всевышний ни делал, найдутся те, кто скажут, что это не чудо. Даже нашлись те, которые сказали, что Вселенная возникла случайно. Ну, если люди могут сказать, что Вселенная возникла случайно, то они могут на любое чудо придумать какое-то объяснение, что это или случайно, или это не случайно, но само собой. Значит, поэтому написано, что насмешники того поколения, они говорили, да это не может быть, Сара, она какого-то ребенка нашла, усыновила. И это ребенок не Авраама. А, или это ребенок, это ребенок, скорее всего, или Сара его усыновила, или это ребенок, который от Авимелыха, не от Авраама. И написано здесь, в Торе, что Авраам улитый зародил Ицкака. Оказывается, Ицкак был копией Авраама, то есть родилась маленькая копия Авраама. Он был на него похож от момента рождения, прямо как они были, как два близнеца, полностью одинаковые. Этим подчеркнуто, что генетически Ицкак был полная копия Авраама, и чтобы никто не мог сказать, что это ребенок или Мелыха. Дальше. И было, когда было Ицкаку 40 лет, здесь рассказывается вся история появления еврейского народа. Когда было Ицкаку 40 лет, он взял в жены Ривку дочку Птуэля, арамейца, из местности под названием Падан-Арам. Арам – это там, где сейчас Иран, Междуречья. Ахот Лаван Арами Лолейша. Взял он ее сестру Лавана, тоже арамейца, себе взял Ицкак ее в жены. Значит, тоже непонятно, зачем нам нужны такие подробности про ее родословие. Ну и что, что Птуэль и ее папа, ну и что, что Лаван, ее брат, объясняет нам устная Тора и говорит, смотрите, здесь вам передан еще один закон. Несмотря на то, что генетически она происходила из… ее папа Птуэль был аферист-обманщик Мавроди того времени. Ее брат Лаван был аферист такой, который полностью там весь свой этот Иран всех обманывал. Есть несколько преданий про него, он был очень-очень такой аферюга страшный. Несмотря на то, что она была из такой семьи генетически, она была праведница. То есть здесь нам передан еще один очень важный закон, что генетически человек получает от своих родителей набор каких-то, безусловно, получает набор каких-то генетических качеств. Но главный выбор в жизни, быть праведником или быть злодеем, это полная свобода выбора человека. Никто не может оградить человека от того, чтобы быть праведником и присоединиться ко Всевышнему, или быть злодеем и отдалиться полностью от Всевышнего и идти против Всевышнего. Генетика здесь не играет никакой роли, генетика играет роль на внешность, генетика играет роль на задатки, на скорость ума, на рефлексы. Все это, да, генетика. Но выбор добра и зла – это свобода выбора. Дальше. «И молился Ицхак Богу по поводу жены, потому что бесплодна она. И ответил ему Бог, и забеременела Ривка его жена». Здесь нам передается еще один очень важный закон, что Ицхак, он молился за нее, и она молилась за себя, потому что, понятно, она была бесплодная. И жена хотела очень детей, и он хотел детей, и ответил Бог ему. Значит, здесь подчеркивается, что ответил ему. Раша объясняет, что он много, вот этот глагол «вайиатер», он постоянно молился. То есть, он все время был в состоянии просьбы к Всевышнему о том, чтобы Всевышний дал ему детей. А как он узнал, что она бесплодная? Начал он молиться через 10 лет после свадьбы. Обычно в иудаизме есть такой закон, что если 10 лет после свадьбы нет детей, то уже естественным путем дети, скорее всего, не родятся, и надо уже или разводиться, или же это нужно что-то, чтобы произошло сверхъестественное. Я сам лично был свидетелем чуда, нескольких чудес, когда после 10 лет, когда врачи полностью говорили, что естественным путем детей не будет, дети рождались. И интересно, и у меня старший сын Эли Шама, нам тоже врач сказал, что детей не будет. Я очень сильно молился, и когда он родился, его имя Эли Шама, Бог меня услышал. То есть это чтобы мне вот на всю жизнь запомнить, что Бог слышит молитву, и молитва производит невероятное вообще влияние на мир, на физический мир. И это мы тоже учим отсюда прямо, что ответил Бог Ицхаку, она была бесплодная. И нам объясняет устная Тора, что сын Ицхак был праведник, сын праведника. Ривка была праведница, дочка злодея. И Бог услышал его молитву, ответил на его молитву, что молитва праведника, сына праведника сильнее, чем молитва праведника, сына злодея. То есть здесь тоже нам передан один очень важный такой интересный закон, что духовное влияние, оно усиливается из поколения в поколение, и передается праведник, который на небе, он может усилить молитву того, кто молится. И когда молятся, и говорят, на могиле, например, какого-то праведника, когда молятся, просят, пускай в заслугу этого праведника, пускай его заслуги защитят нас, пускай его заслуги нам помогут, потому что знают, что он праведник, его главное качество добрый, и если бы он был живой, он бы помог и поддержал бы эту молитву. И поэтому на молитвах праведниках молятся, чтобы он поддержал перед Богом просьбу человека. Значит, дальше очень интересная, конечно, в этой недельной главе история Я вам советую скачать дальше текст очень подробно, на русском, с комментариями То есть вы можете самостоятельно это прочитать Я на этом хотел бы здесь остановиться и рассказать, что именно в шаббат для меня открылось Мне кажется, что это очень важная вещь Я изучал книгу, которая называется «Вера» Называется «На уроке вера» Написал ее Равмоши Шапира Это был великий раввин, который проводил живые уроки Есть 13 основ веры, которые сформулировал Рамбам И, значит, его уроки перевели потом в книгу И это была последняя книга перед смертью, которую он увидел и ушел Он был великий человек, великий раввин Равмоши Шапира И там началось все с того, что он объясняет, что такое митсва Вот есть заповеди Всевышнего Мы привыкли, что Всевышний дал заповеди Вот здесь люди, они говорят Я Бога люблю, но заповеди не соблюдаю Да, вера это иммуна Или я в Бога верю, но заповеди делать не буду Есть такие люди Теперь, ну, зачем Всевышний дал эти заповеди? И вообще, как понять само понятие заповедь? Есть заповеди 248, заповеди, которые повелевающие Это как органов в теле человека, 248 Есть 365 заповедей, которые запрещающие Это как дней в году, 365 дней этого времени И 248 это в теле Значит, заповедь и само слово заповедь, многие понимают его как приказ Но если с иврита точно перевести слово митсва Митсва То митсва Приказ это тсивуй Тсивуй Значит, а митсва это что-то другое И он показывает, откуда образовалось слово митсва И митсва это очень похоже на слово миква Есть, когда воды текут И стекаются они в место, куда воды стекаются Вот это место называется миква В которое окунаются для ритуального очищения Это то место, куда стекаются воды Место, которое содержит там специальная мера воды Соракся Это или озеро, или родник Или дождевая вода в большом количестве Это называется миква Теперь митсва это вот такое же слово То есть само понятие заповедь Бога Говорит Ромоша Шапира Оно То есть это как портал, который соединяет духовный и материальный мир У человека есть материальное тело и душа Теперь, когда человек заходит вот в эту митсву Заходит в заповедь Не выполняет заповедь А он, выполняя заповедь, попадает в состояние В котором все его физическое тело И он во времени переходит в другое измерение В духовное божественное измерение То есть заповедь, сама заповедь Она переносит в другую реальность И когда ты находишься внутри выполнения заповеди Всевышнего То есть митсва, она не просто нас очищает Ты находишься совершенно в другой духовной реальности То есть это как лифт, как портал Который переносит тебя из материальной реальности в духовную И поэтому только выполняя заповеди Только находясь в митсве, внутри заповеди Ты свою природу, человеческую, физическую природу Переносишь на духовный уровень И там ты соединяешься со Всевышним Поэтому без заповеди невозможно соединиться со Всевышним Хотя вера в Бога – это заповедь То есть когда ты веришь, что есть Бог, творец, создатель мироздания Это выполнение заповеди Бога Когда ты веришь, что Бог один Но чтобы включилось вот это состояние Нужно прямо к нему подготовиться И сказать, вот сейчас я выполняю заповедь такую-то И в этот момент ты начинаешь выполнять заповедь И ты находишься внутри заповеди Молитва, например Когда ты говоришь, я сейчас буду молиться Всевышнему Я буду внутри молитвы То есть и ты начинаешь молиться, и ты заходишь И в это время ты как в портале Ты переносишься в духовную реальность Как лифт такой Оп, и он тебя переносит И эти лифты включаются только когда ты находишься внутри заповеди И поэтому становится понятно, почему заповедь Шаббат Она самая важная Потому что ты находишься 24 часа Ты находишься внутри заповеди, в Шаббате То есть это другая, это духовная реальность Это духовная энергия, когда ты соединен со Всевышним Если ты зашел в Шаббат И ты в Шаббате по-настоящему Ты это осознаешь, ты понимаешь это То ты оп, в этот момент ты как на лифте переносишься в другую реальность И там ты соединен со Всевышним Поэтому называют Шаббат очищает от грехов Потому что Шаббат это как миква Это весь Шаббат, это митсва Это заповедь как миква Также митсва это портал соединения со Всевышним Все дорогие друзья, всем удачи и успехов Надо пахать, сеять И потом взойдет урожай В том месте, где ты находишься Нужно распространять Тору Помогать, как говорится Эцхаим или Макзетимба Она как древо жизни Для тех, кто за нее держится В этом Хея, тот ее поддерживает Он Мюшар Вы можете поддерживать тех, кто Обучает Тору, изучает Тору Все, до встречи Завтра с Божьей помощью Сегодня я лечу в Москву Буду там стараться распространять Божественный свет Все, всем пока Удачи, успехов До встречи Субтитры сделал DimaTorzok